Ну и вот оно показалось. У Пойтера нижний ДНТИ. Естественно место силы. Естественно аэродром для инопланетных тарелок. НЛО всякие. Они же любят приземляться в озера, чтобы вы знали. А вы не знали? Ну так знайте. Ну и соответственно если вы тут немного отдохнете. Главное чтоб только не сорить. Не сорите. Там вот здорово написано наверх. Не забыл вам снять такая табличка. Не сорите. А то останетесь без денег. Как-то там брифом было сказано только. Странно. Это наша Женя? Нет. Наша там с песком. С песком не такая штука. Наша с песком. Там отдыхающие из дома отдыха туда приходят. И еще пионерский лагерь какой-то там. Пионерский лагерь. Ух ты. И лошадки здесь еще, да? Пионерский лагерь. И еще по-моему там детдомовцы были, да? Мы из детского дома отдыхали какой-то. Да, из детского дома там детишки отдыхали. Мы конфетками угощали. Ну вот это наше. Вроде как. Вон приедем. Мы все время приезжаем. Все занято. А теперь ребята, посмотрите в 8 часов утра на 8.30. Всем здравствуйте. Это у нас Верхние Таинты. Итак, 20 сентября в истории. Но самое печальное известие это то, что в 2002 году именно в эту дату погибло 125 человек. И среди них Сергей Бодров. Самое интересное, что в пабликах написано по-другому. Погиб Сергей Бодров. И еще 125 человек. Но я считаю это несправедливо. Кстати, кошмар. Но вот эта страшная магия чисел. Вы видите опять 2002 год. Именно двадцатое, да? Тоже три двойки. И 125 человек. А ледово-каменная масса 125-300 миллионов метров. Крамадонское ущелье было засыпано на высоту 200 метров. На протяжении практически 10 километров. Леднику колка потребовалось 12 лет, чтобы растаять. И затем за несколько минут он весь сошел вниз. Я считаю, что в этом конечно виновата всемирное потепление. Там, где располагался ледник, вы можете посмотреть. Везде в пабликах есть эти фото. Скалы 200 метровые. И огромное пространство. И это огромное количество льда таяло еще раз вам напомню. 12 лет. Ледник шел со скоростью 200 километров почти. Так как огромная масса просто была невообразимых объемов. То впереди он себя толкал в воздух как поршень. Соответственно перед ним шла огромная воздушная волна. Которая ломала все на своем пути. Вплоть до огромных выступов скал. Автомобили, деревья вообще ломались как спички. Самое главное это был уничтожен поселок Верхний Кармадон. Где вообще не осталось камня. Камня даже от строений и домов. Я уже не говорю о останках тел. И погибло там 100 человек. Ну а после этого начались всем известные спасательные работы. Которые длились более полутора лет. Копался туннель. Было предположение что вся съемочная группа. Там в количестве 25 человек вместе с бодромом. Могла укрыться в тоннеле. Который шел под горой. Но результат естественно печальный. Никого не нашли. Хотя работа и финансирование этой работы было просто колоссальным. Поехали. 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 Поехали.